Всем привет, это Миша. И сегодня я публикую видео, которое, в общем-то, я снял год назад. Я тогда собирался начать блог, но как-то не доходили руки. Я заранее извиняюсь за то, что звук в этом видео получился, мягко говоря, не очень, да и картинка довольно дорогая. Вот это был, скажем так, тот первый блин, который должен был выйти к обу. Вот. Ну, просто хронологически он получается не первый. Тем не менее, я думаю, что кто-то, особенно те, кто интересуется автомобилями, может найти это видео интересно. Всем привет, меня зовут Миша. Я хочу, скажем так, рассказать, возможно, это для кого-то будет интересно, про свой автомобиль. Это не очень популярный в России автомобиль Subaru XV. Вот. Это Compact Crossover, Compact SUV. Вот. Ну, и, соответственно, живое в Израиле, да, поэтому тут могут быть отличия по комплектациям, еще по каким-то вещам. Но, тем не менее, я думаю, что то, что я расскажу, это будет все равно так полезно тем, кто просто интересуется автомобилями или хочет себе приобрести похожий автомобиль. Subaru XV. Что это такое? Это компактный кроссовер. Он меньше, по крайней мере, по ощущениям, чем я в Sportage. Но, в принципе, это компактный кроссовер, потому что он сделан, в общем-то, по крайней мере, внутри уж точно, из машины Compact-класса, то есть Subaru Impreza. И, в принципе, по салону я принципиальных отличий этой машины от Impreza вообще не заметил. У нас тут в Израиле очень популярна такая штука, вот. Когда перетянка цвести машину, надо набрать код. Это интересно страховым компаниям и больше, по-моему, никому. Ну, и так, значит, ну, раз уж мы завелись, я немножко покажу, что у нас. То есть у нас тут грузится медиа, особенно с USB, по крайней мере, оно грузится секунд, наверное, 5, если не 10. Вот. Что еще, в принципе? Ну, давайте попробуем выехать. Значит, вот у нас тут есть кнопочка, которая выключает системы курсовой устойчивости. У нас тут есть... Одну секундочку. Понижайка, ну, в принципе, она нам сейчас нужна. Понижайка, естественно, условная, потому что это вариатор. И вообще, ну, машина, наверное, не внедорожник, то есть тут это чистая эмуляция. Так, поедем. Да. Короче, вот, возможно, сказывается отсутствие моего внедорожного опыта, но... Мне казалось, что мы тут сейчас можем начать буксовать. Нет, мы вообще просто... Я отпустил машину, я выехал. Дело в том, что я в свое время попробовал поездить... Ну, не то, что поездить, я взял на прокат автомобиль. Это показалось Nissan Micro. Я просто съехал в Израиле, да, я не говорю сейчас там про какую-то, там, в Сибирь, тайгу. Нет, я тут съехал с дороги на обочину, с трассы. Обочина была из песка, да, и вот эта Micro дальше уже не поехала, пока мы ее немножко не раскопали. Вот, слава богу, мы уехали, отлично. Значит, камера заднего вида. Значит, ух ты, тут оказывается есть... Прикольно. Короче, я вот 4 месяца езжу на машине, я первый раз нажал на этот экран в этот момент, и вот, оказывается, тут есть какие-то настройки. Они неинтересные. Вот, значит, камера заднего вида довольно примитивная. В каком плане? Страшно под ней парковаться. То есть, она как бы дает полное впечатление, вот эти красные деления. То есть, да, это все окей, но габариты машины, они не точно отражены вот этими линиями. Может быть, я допускаю, может быть. Если рискнуть и попробовать вот парковаться, глядя на эти линии, то ты не зацепишь ничего, но это страшно. Вот, опять же, я каждый раз я паркуюсь, я все равно смотрю по зеркалам. Вот. Ну, сейчас я поставлю машину на паркинг. Ручник, я не знаю, зачем я дергаю ручник. Ну, тем не менее. Вот. Значит, да. Раз уж мы начали про экран, не буду далеко уходить. Значит, это машина 2016 года, это рестайлинговая версия. Поэтому даже в дешевой комплектации, а их, по-моему, я не знаю, опять же, я сейчас не буду сильно вдаваться в подробности. Есть подешевле, есть подороже, да. Вот это подешевле, и в ней появилась нормальная относительно музыка. В плане именно самой системы. Почему я говорю нормальная? Потому что раньше тут было что-то такое из начала нулевых. То есть ни экрана, ничего не было. Соответственно, и камеры не было. Ну, вот после рестайлинга они это дело все добавили. Вот. Качество звука. Качество звука. Я не знаю, что тут сейчас будет видно. Тут где-то есть в двери динамик. И в заднейшей двери, по-моему, есть динамики. Да. Вот. Качество звука отвратительное. Значит, я не очень помню. У меня, значит, раньше было что-то вачете, ваннос и лансер. Да. Ла-ла-ла. Ланос, вачете, ванносер. Вот. И, значит, ну, по крайней мере, в лансере, это моя предыдущая машина, ну, звук был на порядок лучше. При том, что там, по-моему, тоже те же четыре динамика было. В лачете тоже было четыре динамика, ну, там было так себе. Но вот как бы здесь, я не знаю, ну, даже с лансером это точно нельзя сравнить. То есть в лансере лучше. И еще одна особенность. Да. То есть вот если вы едете на машине и слушаете громко музыку, и хотите, чтобы все слышали, что вы слушаете, это однозначно ваша машина. Потому что у меня первое, как бы, время, сколько я ее купил, я приезжал за женой, она подходила к машине и спрашивала, не оглох ли я. Потому что, ну, как бы, музыку снаружи слышно лучше, чем музыку внутри. Вот, при этом, надо отметить, что внутри ты, в принципе, ну, не сказать, что там сильно слышишь, там, много шума какого-то снаружи или еще что-то. Ну, я, правда, в сон, как бы, не совсем правильный, да, человек для такой оценки. Потому что у меня обычно музыка играет громко. И, как бы, шумы какие-то, я их все не слышу. Просто музыка забивает. Ну, в целом ничего. В целом ничего. Вот. А что у нас еще есть здесь? Кнопочка. Ну, телефон, понятно, я не буду нажимать. Звонилка. Можно набирать номер. Он, как бы, по USB, по Bluetooth засинхронизирован. Значит, apps. Ну, я нажму, оно не заработает. Значит, просто скажу в паре слов, это позорище. То есть, лучше бы этой вкладки просто не было. Значит, работа на только, когда ты засинхронизировал машину с телефоном и поставил на телефон специальную программу Subaru StarSync, аппликация, приложение из Google Play или Android Market. Причем там в инструкции нам сказано, что Apple-овские телефоны и прочее надо включать там по USB, Android, по Bluetooth. В общем, короче, полный бардак. И фишка в том, что там в этом Startlinkе, или Start, Start, не Start, конечно, Startlinkе, идет, там какие-то приложения, типа погода, новости. Причем новости там, какие-то американские газеты, там Wall Street Journal, каких-то образных. Я не знаю. В общем, я не понимаю, кому это нужно. И кто вот заедет в машине и читает вот на этом экране новости. При том, что этот экран, ну, он, конечно, больше, чем экран мобильного телефона. Ну, вот, собственно, и все. Вот. Это касается настроек, ну, это настройки не автомобиля. Это настройки исключительно вот этой вот системы, то есть аудио, всякая вот с Bluetooth связанная и прочее. То есть, сесть и понастраивать машину, ну, ты не можешь. Вот. Какие-то настройки можно сделать с помощью вот кнопочки Set. Вот она. Я не знаю. Наверное, надо или заглушить машину. Ничего не происходит. По-моему, вот здесь, вот я когда-то нажимал, а вот здесь вот на этом экране что-то там будет появляться. Но, опять же, это не нормальный экран. Это что-то убогенькое такое. Вот. Приборы. Значит, приборы после рестайлинга, насколько я помню, изменились. Изменились, по-моему, в лучшую сторону, потому что, ну, стало симпатично все. Как-то, я знаю, раньше, конечно, было неплохо. Ну, и фишка Subaru. Надо показать, сейчас я заглушу машину. Да. Вот эта вот тема со стрелочками. Это прикольно. Это прикольно. Ну, надо блять машине в ощущение от машины того, чего на самом деле у этой машины абсолютно нет. У меня есть знакомая, у него есть такая двухлитровая, и он как бы не жалуется. Он еще живет в городе Хайфа. Это, скажем так, там горочки. Вот. И эти горочки, они, скажем так, ну, на 1.6 это было бы просто самоубийство. И он пробовал на тест-драйве 1.6, ему не понравилось. Два литра, он не жалуется, говорит, классная. Может быть, там что-то в районе 146, если я не ошибаюсь, лошадиных сил. Ну, и она, видимо, едет лучше. Потому что у меня 1.6 с вариатором, и 1.6 с вариатором вообще не едет. То есть, если вам нужно, вот вы живете в России особенно, это важно, и вы хотите, значит, чтобы ездить по трассе, да, там, обгонять кого-то по встречной, не покупайте ни в коем случае. Новых, по-моему, таких сейчас и нету, но поддержанного вы можете найти. Subaru XV 1.6 с вариатором. Потому что вы убьетесь. У этой машины абсолютно нет динамики. Эта машина не для этого сделана. Для чего сделана эта машина? Ну, я не знаю, честно говоря. Вообще, вот если про эту машину говорить, вот, там, что ни возьми, вот я начал уже рассказывать, да, я рассказал про магнитолу, про камеру, не знаю, сейчас еще про что-нибудь расскажу. Вот, что ни возьми, все плохо. Кроме одного. Вот, когда вы уже едете и поворачиваете руль, вы понимаете, за что вы заплатили деньги. Потому что это прекрасно. Особенно, если вы едете на хоть какой-то скорости, и вы не очень любите нажимать на педаль тормоза, и, в общем, ну, это, это правда здорово. То есть, я не знаю, как это описать, и как называется эта характеристика автомобиля. Но, тем не менее, на ней прекрасно ехать, когда она едет. А мелочи, да, мелочей очень много, которые напрягают. Ну, вот, если вы покупаете Subaru, вместо того, чтобы купить Hyundai Tucson или Kia Sportage, вы, наверное, будете разочарованы. А если вы покупаете Subaru, потому что вам хочется ездить на классной машине, именно ездить, вот, вот, ключевое слово, ездить не сидеть в пробке, может быть, там, в более просторном салоне, или, там, не знаю, не хвалиться перед друзьями какими-то фишечками, а вот просто хочется ехать и получать это в удовольствие, то это правильный автомобиль. Вот. Что еще? Значит, ну, салон. Салон относительно просторный. Как бы, вот, у меня рост 190 с небольшим, и для меня была проблема найти машину, в которой я бы, скажем так, в случае, если я наклоняюсь вперед, не бился, а вот об этот чудесный, значит, козыречек или потолок. Значит, таких машин было очень мало. Это из, ну, я, скажем так, беру Compact Class, и, скажем так, SUV на базе этого Compact Class. То есть, всякие Renault Captur, и вот другие Renault были ничего. То есть, вот Renault Clio, да, даже Clio, хотя она вообще Subcompact, Megane, они были ничего. Ну, не очень мне что-то хотелось Renault. Вот. Поэтому я решил, что Renault я покупать не буду. Вот. Машина, кстати, не совсем куплена. Это лизинг. Упс. Я нажал на газ нечаянно. Вот. Кстати, ну, раз уж. Да. Он, когда стоит на паркинге на 4000 оборотах, у него стоит ограничение. Вот. Значит. Так вот. Найти машину, в которой было бы это просторно. Ну, у Suzuki. У Suzuki, кстати, были ничего. Я имею в виду Vitara и SX4. И ничего были, в принципе, ну, Opel Meriva и она же Chevrolet Trax или Tracker в разных странах по-разному. Вот. Почему, значит, я их не купил, блин, потому что мне Subaru больше понравилась. И по деньгам она вышла довольно неплохо. Я знаю, что в России она стоит довольно дорого. Но тут, я не знаю, ну, она стоит столько, сколько Honda Civic. Как бы, ничего против Honda Civic не имею, за исключением того, что я в него не влезаю. Но, как бы, это не, ну, в моем понимании это недорого. То есть, в России, да, вот, там что-то в районе полутора миллионов. Ну, правда, за более дорогую комплектацию, чем моя. И вот с двухлитровым двигателем. Но, ну, я не знаю, может, это и дорого. Вот. Так или иначе, что у нас тут есть в салоне еще? Значит, как я говорил, кресло. Кресло, вот, по-моему, это уже появилось после рестайлинга. Такие прострочка, вот такой ярлычок XV. Вот эта боковая такая поддержка типа. Вот. Водительское кресло абсолютно такое же. Честно говоря, ленте вставать. Ну, поверьте мне на слово. Вот, сзади. Сзади тоже все неплохо. Есть крепление ISOFIX. Ну, естественно. Есть ремни, подхоловники. Как бы, ну, ничего фантастического. Просто нормальная машина. Места сзади, не сказать, чтобы очень было много. Ну, опять же, и немало. Вот. Ну, в принципе, про салон, наверное, все. Сейчас пойдем наружу. И я расскажу что-нибудь еще про эту машину. Значит. Ключ. Ключ это самый эпик. Значит, господа, рестайлинговая версия 2006 года. Ключ. Это ключ, блин. Ну, в общем, да. Смотрите, на этой машине экономили. Эта машина стоит не очень дорого, потому что на ней экономили. И сюда воткнули все, что не касается, как бы, ездовых каких-то моментов. Ну, в разумных пределах, да, я говорю. Вот все, на всем попытались немножко сэкономить. То есть, я не знаю, автоматический доводчик есть только у водительской двери, у стекла. Но зато вот, например, диски, да. Диски, это 17-й диск, или ты, как бы, чисто под эту модель, насколько я понимаю, сделаны. И вроде как резина... Господи, кто это? Якогама. Да, по-моему, это Якогама Гео Лендер. Тоже, по-моему, сделан вообще под эту машину исключительно. Вот. Задние фонари. Задние фонари это рестайлинг. Это они взяты от гибридной версии. Гибридная версия, ну, я знаю, в Северной Америке только продается, по-моему. И, соответственно, вот они в рестайлинговую версию впихнули эти фонари. Ну, как бы не сделали ничего нового. Сделали то, что сделали. Значит, да. Вот, наверное, Subaru покупают ради этого. Это полный привод. Симсиметричный. Автоматический. Ну, как автоматический. Насколько я понимаю, это неподключаемый, как бы, задний привод или передний привод. Да, это просто, скажем так, перераспределение крутящего момента. Оно идет в автоматическом режиме. Ну, и полный привод классный. Да, то есть, опять же, я не могу там с чем-то сильно сравнивать. Но эта машина действительно как-то так довольно неплохо проезжает там, где мне казалось бы, будут проблемы. Вы едете по песку, по гравию, по вот просто какой-то такой дороге, которая без асфальта. Вы получаете, ну, ладно, вы не получаете удовольствие, но вам хотя бы относительно комфортно. То есть, вот, там, 50 км в час вы можете ехать по дороге без асфальта. Ну, если она не убитая там совсем, а просто такая какая-то. Вот, и это, конечно, ну, в моем понимании достижение. Потому что, блин, ну, опять же, в Израиле это нафиг не нужно. Как бы я купил эту машину, потому что она мне понравилась. Вот, это единственная вообще причина. Рациональных, как бы, причин покупать ее не было и нет. И, в общем-то, это так. Хотя бы потому что, знаете, сколько она у меня ест? Ну, у меня есть 15,5 литров на сотню. Да, я езжу в основном по городу. Причем, кстати, сейчас я не могу сказать, что езжу по пробкам. Ну, так, обычные, ну, светофоры, да. Но не то, что я, там, знаете, еду 5 км в час в течение часа. Как было раньше, когда я работал в другом месте. И, там, не знаю, на лансере у меня там тогда был расход что-то под 14 лет. Я говорю про лето с включенным кондиционером. Вот. Кстати, кондиционер тут неплохой. Как бы тут климат, то есть ты, как бы, выставляешь градусы. Я, честно говоря, обычно начинается с того, что я включаю просто охлаждение на максимум. А дальше она уже по мере сил это охлаждает. Ну, нормально. То есть, вот, как бы, самые жары у нас тут еще не было, вот, в этом году. Поэтому я не знаю, что там будет. На улице будет 40. 40 у нас тут, центр Израиля у нас тут не бывает. Ну, 37, 36, вот так, именно такие стабильные, с спалящим солнцем. Нет. Ну, а вот при 32, 33, солнце. Нет, все нормально. Она охлаждает вообще на раз. То есть, как бы, с этим проблем нет. Вот. Ну, про ездовые качества этого автомобиля. Что можно сказать? Он едет. Вот, когда вы уже разогнались, а разгоняться вы будете на этой машине очень долго и скучно. Но когда вы уже разогнались, на ней абсолютно хорошо ехать. Вот. И вы знаете, у меня есть один знакомый. И я буквально случайно его встретил на улице. Я не знаю его имени, не запомнил номера его машины. Но этот знакомый сказал, что как-то он ехал на этой машине очень быстро. Практически на ее максимальной скорости. А максимальная скорость у нее что-то в районе 170 км в час. Вот он сказал, что 170 км в час она едет вообще спокойно. То есть, как бы, когда она уже разогналась, ты едешь, как будто ты едешь 100. Вообще нету каких-то вот паники. Потому что на лансере, честно скажу, конечно, лансер у меня был не новый. Но на лансере я себе не очень комфортно чувствовал, когда ехал даже 139 км в час. Да, может быть, сейчас возьми любую нормальную, приличную машину, едь с такой скоростью, и будешь чувствовать то же самое. Ну, да. Но здесь, по крайней мере, так. Здесь хорошо. То есть, если вы хотите ездить, опять же, быстро, и вы купите двухлитровую машину, в которой есть динамика, вообще, ну, динамика в принципе есть, потому что в этой машине динамики нет в принципе. Эта машина, вот я, как бы, езжу, разгоняюсь исключительно, по-моему, нажимаю газ в пол, и, типа, на этой машине это не выглядит, как будто я отморозен. Типа, это выглядит, как будто у меня просто машина разгоняется. В нормальном режиме. Вот. А багажник у этой машины абсолютно невместительный. То есть, ну, то есть, вот. Я не знаю. Сюда можно положить, сюда можно положить покупки из супермаркета. Тележка, вот, тележка с продуктами, причем даже такая, знаете, ну, не с верхом, а такая, ну, хорошо, ровно наполненная тележка продуктов сюда влезает. Как бы, и ни граммом больше. То есть, плюс в том, что очень высоко расположен пол. Ну, как бы, это плюс и минус. Место меньше, но зато очень удобно брать. Как бы, да, у меня высокий рост, и мне, там, нагинаться, там, вглубь что-то искать, обычно не очень удобно было, там, как в лансере, я там чуть не залезал в этот багажник. В этой машине такой проблемы нет. Вот, и, соответственно, это и плюс, и минус. То есть, если вам нужно удобный багажник, то это вариант. И импреза, кстати, насколько я знаю, примерно то же самое. Если вам нужен просторный багажник, нет. Нет, нет и нет. Только не эта машина. Тут есть ручечка. Значит, фишка была в том, что пока машина была новой, вот первые месяцы, захлопнуть, захлопнуть ее этой ручечкой было просто нереально. Или не ручечкой. Очень хреново закрывался багажник. Потом, как-то за пару месяцев он приработался, видимо, я не знаю. Но стало нормально. Вот. На крыше есть рейлинги. Я не знаю, я не думаю, что я когда-нибудь им буду пользоваться, но, согласитесь, смотрится здорово. Что еще можно рассказать про эту машину? Сзади внизу есть сигнал противотуманка. Вот. Значит, ну давайте немножко я попробую ее завести, чуть-чуть тут проехаться и посмотрим, что будет. Будем закругляться. Да, такой момент еще. Эта машина охрененно легко царапается. Я не знаю, чем ее красили. Я не знаю, видно тут или нет. Вот. Вот здесь вот есть царапина. Она такая, не очень большая, но я вообще не знаю, чем ее сделали. И сзади тоже у меня есть небольшая царапинка, совсем маленькая, но я просто коснулся ее тележкой с супермаркета. как бы коснулся, я не ударил ее, ничего, просто дотронулся. Оп, царапина. Так, и вот тут салон у меня уже, по-моему, сегодня на мойке, видимо. А, нет, это просто прясть, извиняюсь. Итак, заводим машину. Так, тут ключ, ну, естественно, кнопка вроде бы есть в более дорогой версии, но я не уверен. Машина очень противно пищит, когда ты не пристегиваешься, не пристегиваешь пассажира. Причем под пассажиром, в принципе, подразумевается двухлитровая бутылка воды, что напрягает, поэтому бутылка воды двухлитровой у меня пристегнута. Нет, я даже знаю, что это, в принципе, правильно, но, блин, ребят, наеду по городу, я не еду быстро, и, ну, типа, нет большой опасности, что бутылка у меня не пристегнута. Она не улетит мне под ноги вообще никак, потому что, потому что, ну, вот так не бывает. Бутылка не умеет вот так взлететь и упасть туда под педаль. Вот. Да, управление аудиосистемой на руле. Тут же управление, ну, можно ответить на телефон, все такое. Ну, я слышал, типа, что она не логичная. Она не очень логичная, но она относительно удобная, я не жалуюсь. Да, кстати, руль. Я не знаю, кожа это, или дермантин, или вообще простроченная пластмасса, потому что, ну, я не знаю. Вот, непонятно, до сих пор не могу понять. Вот. Тут пластик как бы мягкий, все, такой, нажимается. Тут, я думал, что это кожа молодого дермантина. Такая обивочка, знаете, абсолютно неприятная на ощупь, кстати, как и сиденья. Ну, в принципе, вы их руками редко трогаете. Кстати, то, что меня немножко отвращало от этой машины, и сильно отвращало от импрезы, это сиденья, да, они были какие-то мягкие, до рестайлинговой версии, как бы вот в лансере, они такие, и материал был приятней, и, несмотря на то, что машине было там пять лет, ну, они были какие-то пожестче, а тут, что-то это. Нет, в рестайлинговой версии все, у меня претензий нет, то есть, с исключением не очень приятных на ощупь сидений, которые вы руками не трогаете обычно, в обычной жизни, вообще проблем никаких. Вот. Значит, ну, поехали. Драйв, снимаем с ручника. Вот, значит, можно было бы, конечно, выехать сейчас на дорогу, и что, показать, как она едет, поскольку я снимаю один, держалки для телефона у меня тут сейчас с собой нету, я это, пожалуй, делать не буду, может быть, я сделаю как-нибудь потом, отдельным видео. Вот. Ну, вон, да. Так что, всем спасибо, и, как говорится, надеюсь, до новых встреч.